во имя отца и сына и святого духа аминь книга 1 библии бытие 4 7 1 5 книг моисея называется торой я видел как исповедуется подходят евреи ну у них нет священства там стоит тарабин вот у нас не ладится семейная жизнь на на женились считайте то считайте бог с вами дальше у меня с работы выгнали там я же сказал читайте каждому одно только у нас за тысячу лет никому не сказали это что-то не ладится сразу бы ты библию ты считаешь тем более евангелие нет а что спрашиваешь иди учи там же ответы были даны тебе и так слушаем я раньше настал говорить чтобы настроить разум на это если делаешь доброе то не поднимаешь ли лица а если не делаешь доброго то дверей грех лежит он лечет тебя к себе но ты господствуй над ним грех как будто какая-то притягательная сила один лауреат нобелевской премии он отвечал так грех обладает силой притяжения однажды сделанный грех оставшийся без наказания побуждает делать уже с опытом его вот слово если давайте получим грамматику с вами как вы думаете в библии встречается много или нет не надо называть сами несколько секунд на размышления тысячи семьсот восемьдесят три раза это сколько раз нужно говорить в день разделить на триста шестьдесят пять и что у тебя получится то ну минимум четыре хотя бы раза ни разу а почему потому что не доверяемся богу причина одна я надо всеми этими вопросами пропаде такой не у златоуста никого не было я мелочи собираю все уже сказано но это должно встречаться если тысячу семьсот восемьдесят три раза в полной библии то значит господь хочет нам вдолбить какую-то мысль как да я буду три часа дома вот и четыре часа вот и пять нет а что если господу угодно и живы будем то сделаем то и другое если мы сейчас несколько мест прочитаем и посмотрим как это сходится с нашей жизни 1 тимофею 5 глава 8 16 стих этими если господь нас побудить сегодня пересмотреть распорядок дня 1 тимофею 5 глава 8 16 стих 5 глава 8 и 16 2 стиха 2 стиха или с 8 по 16 1 8 стих а потом 16 если же кто о своих и особенно о домашних не печется тот отрекся от веры и хуже неверного а какая забота это вопрос другой освещи отца и мать как сегодня сообщают сестра наша умерла но умерла и все мы смертные нет мы православные и тем более она была верующим у нас просто обязанность помолиться о ней припомнить добрые дела она была добрая и прославить бога вот если мы верующие опять если мы православные это сразу остальные вопросы отметается он если а если нет если ты выезжаешь на дорогу тебя должны быть какие-то права ты чему-то усилился ты должен сначала понять почему красный запретительные а там синий или какой разрешить почему но разницы нет разница очень большая потому что которая атмосфера вот меньше всего поглощает инфракрасные лучи если красный свет видно за километр то синий виден только за половину и поэтому главное тормознуть и задавить а ехать и без этого без синего поедешь если нет знаков я даже тут рассматриваю сюда если это если пользуется господь бог этим пользуются все апостолы пользуется дьявол этим словом то есть определенности никакой нет а мы вернемся сегодня домой если богу угодно будет мне приходилось близким человеком который она поставил фильм он уезжает внизу лампочка не горела двухэтажный дом и жена горит я выну только руку он помахал мне не простились он уехал до снимать там спины где-то шушенском и нашли уже мертвого уже убийстве примерно сказано откуда кто я просто расскажу вот она и говорит я не могу себе это простить но почему ведь мог я я могла подумать то это же едет такая командировка а вот это надо сегодня вот я был таким не был а ты может сегодня уже переменить все мы верующие нам не надо платить баранов приносить за грех агнес божий умер за нас а если бы я до 24 лет встретил христа было евангели у меня его не было ну года эти не в пустые пошли я там учился служил в армии там ну все это не то было бы все по-другому но господь услышал эту тоску сердца и открыл учитесь с этим словом жить вставать и расставаться если какое верное или верное имеет вдов то должны их довольствовать и не обременять церкви чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц не могут объяснить ага что значит истинные вдовица не меньше 60 лет как воспитывала детей и церковь держал нас содержим на своем содержании социальной помощи пенсии не было вообще вот даже сегодня в пенсии отмени и через месяц это увидишь что тут будет даже добрые люди они пойдут на тонну если надо что-то даже не деревне потому деревне ему нужды нету от мальчиков какой кризис ничего нет я ложусь спать а курочка там вырабатываете сок утром я уже найду корова утром стал там уже молоко у ней то есть земля тебя кормят по повелению божию и так в новом завете смотрите встречается 538 раз это слово а 93 там 7 еще 937 на стране хотя ветхий завет 3 раза больше значит в новом завете забота о нас чтобы речь наша была чистая и без обмана а этот обман в крадость но я же не знал что транспорта не будет надо было учесть научитесь и говорить если богу будет угодно но брат уходит мы сразу на молитву господи сделай что безопасно вернуться если воля твоя на то есть если воли божией нету человек вообще не знает что он делал сам себя не помнил если дверь не заперта зайдет преступник дверь это разум наш я вот сколько раз уже говорил чтобы начинали вовремя любое дело я начало скажу остальное закончу трапезной нужно просто смотреть вперед у нас стоит сегодня задача чтобы день по прожит был не зря прошла пасхальная неделя наполнить устав благодарностью такая была чудная неделя какие встречи какие песнопения как было все в храме ну ну радостные должны быть они так как они проповедника лица как старые ржавные кофейники с носом ну хоть маленько то задумайтесь какую милость себе оказали господь сколько людей погибло которые там запили за наркоманией у нас ничего этого нет это может в один день быть отец а поэтому позаботьтесь чтобы у вас где-то были спрятанные библии я много раз уже говорил это где-то хотя бы немного в один день дадут указание все изъять мы вплотную подходим к этому во всем мире все религии будут запрещены и представят счет и оправдаться нечем крестовые походы были ну там было не один на 11 крестовые походы инквизиция 12 миллионов взглотнули миллионов понимаете что это такое немцы половина этого только за войну потеряли хотя воевали со всеми государствами мы не знаем истории вот если мы любим бога мы вникнем слово его ну да главное это тора тора но за тора иисус новин еще есть 18 и говорит да не отходит книга сия от уст твоих не от глаз от уст то чтобы считать тебя могли слышать дабы в точности исполнить написанными какая точность когда ты не считаешь ну побыл здесь и все некоторые сразу прям спохватывается и убегают то есть не надо это пустое я сейчас прочитаем когда вы увидите вас связи с церковью нету и об этом господь говорит они чужие с самого начала эти люди были если вы были играет они были с нами здесь их нету и при том люди близкие нам ушли с ними встречаемся что ничего нету это родина твоя ты здесь услышал ходил на занятия университет тебя господь приголубил ты вошел в это общество вот эта сестра раисы которая умерла как ну биографию написано сама написала я такая там разговариваться мне за какая грешница то другое но я услышала я называю ни одного человека которые сказали как они обратились а где-то у нас там около 80 и каждый говорит о если бы я раньше познал можно я смотрю пятую главу здесь в одной главе три раза если да если я только взял чтобы для кратности сказать прочитайте все три если же какая вдовица имеет детей или внучат то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям ибо сие угодно богу вот тогда ее поставят что она будет получать свою пенсию а если они не такая жила до выходила да нет ничего настоящих настоящий уже здесь на земле а сегодня нет какой бы он ни был бродяга ни одного не работал минимальной пенсии все равно дадут какое счастливое время для нас наступило вообще не работать до 2 мы уже прочитали да да еще место какое-то нашли вот 2 мы уже прочитались 3 в одной главе хорошо мы прочитали что 1 тимофею до матрия 413 мы увидим как разворачивается история 413 я оставив назарет пришел и поселился в котором уме приморском пределы заволоновых и нефалимовых нет это 33 3 по моему 4 4 вы сказали 413 4 3 4 3 да и приступил к нему искусителю сказал если ты сын божий скажи чтобы камни сие сделали с хлебами то есть доказательство должно быть они надо не них но один камень это хлеб было булка тебе нет везде излишества доказательств не надо он до конца сомневался он знал там на небе был и на земле видит какие люди и пророчества он тоже считает дьявол но как это будет возмездие за грех смерть люди умирают а вот причем здесь ну что возьмет на себя грех мира и как дети причастны плоти и крови то и он воспримет такой от богородицы дьявол этого не знал 513 матфея до матрия тут же я слова если хочу по некоторым местам писания высветить потому что ежедневно нас толкут под бока вы соль земли если же соль потеряет силу то чем сделаешь ее соленую она уже ни к чему не годна как разве выбросить ее вон на попрание людям если же соль потеряет силу речь не о соли идет слова даже будут приправлены солью не гниющее вечное мне приходилось неоднократно свидетельствовать в самых необычных местах и люди некоторые совсем не знают вчера я об этом говорил научитесь говорить читать местописание так если готовишься еще раз проверят мы считаем не толкование толкование это особое сначала дай это же с малым ребенком говоришь ты смотри сынок тут так написано это бог сказал это дух святой нам сказал и каждый раз это подчеркивай они так детская библия и там не приводится так а просто объяснение но должно быть местописание вот сейчас выступает там есть один священник и не все говорят это он у вас взял может быть может быть потому что мы у меня столько книг и в каждой книге примерно три тысячи целых на священное писание а ему книги подарили они стоят и вдруг он с библии выходит перед народом и никогда этого не было знаете как это радостно видеть это истинный путь другого нам не давно 5 20 20 стих ибо говорю вам если праведность ваша не произойдет праведности книжников и фарисеев то вы не войдете в царство небесное говорят десятину в новом завете господь не говорил как не говорил гридела и то и того не оставляй и не просто десятину то вид 168 говорит я платил всегда три десятины потому такое было благословение о нем мы этого знаем апостола продавали и менее клали к ногам сто процентов так что если теперь двадцать третий стих это я в одной главе только все как и так если ты принесешь дар твоих жертвеннику и там вспомнишь что брат твой имеет что-нибудь против тебя 24 оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде примирись братом твоим и тогда приди и принеси дар твой два условия чтобы он был брат а не враг и на щепа я бы к 40 киллерам ходил которые заклялись не пить не есть пока его не убьют нет узнать это и после этого если он что-то имеет имеет обоснование основание какое первых христиан крестили одно основание обоснование что он христианин и 4 эдикта диоклетиана поставили конец чем жестче поступали тем шире разверзали с врата смотришь георгий победоносец ну что охраняет императора уважаемый с медалями как сегодня был патриот и вдруг узнают что он верующий ты что делаешь то георгий да за кем ты идешь этот плотник он себя не мог защитить другого нет арестовать указ прямой был теперь его люди воины почетный караул 70 человек разговаривать с ними все 70 признают всех 70 казнить а кто будет казнить и тот обратиться вот 40 святых когда говорим один испугался лед его мы на нет а в это время другой который охранял быстро заскакивает вода и венец разворачивается от того и на этом а этот добежал до бани упал и сердце лопнуло и так мы видим опыты и опыты побуждает нас быть очень серьезными к своей душе 29 стих матфея одну главу читаем если же правый глаз твой соблазняет тебя вырви его и брось от себя и получит для тебя чтобы погиб один из членов твоих а не все тело твое было ввержено в гиену вас вырви да кто посчитает скажет это мазохизм какой-то да как вы самый дорогой для тебя человек и прочее ведет не туда останови возможности нет расстанься и это похвально от бога иначе ничего кроме отступления твоего там не будет но только ты узнай сначала точно посмотри расспроси покажи он вообще не признаю священное писание вот это уже грань какая вот у нас не точность одна мы никак не можем понять что у бога все вымерено по секундам к чему это а вот к тому нигде ни один поезд ни один автобус ни один самолет нигде раньше не срывается опоздание бывает а чтобы раньше взял на пять минут все билеты которые не зашли все будут платить государство и не не один к одному а пятикратно может размере и они все ждут где бы я не был почему у нас иногда так не делается здесь я просто говорю а вы сами догадываетесь я уже пытался говорить вот сегодня я знаю этот кто у нас руководить здесь у него всегда точность это настолько приятно ну господь это делает гляжу я уже здесь и буквально по секундам есть вот научитесь так а в какие дни у нас этого нет ну кто-то как-то может попросить этого человека с точностью чтобы когда другое кто-то делать чтобы он делал точно так же у нас считается опоздавшими которые не опоздавшие но это не настраивает на то чтобы мы так поступали точность а вот вы знаете когда космический корабль и начинает отчет 13 12 11 старт так это всего лишь ничего мы к богу идем не богослужение с особенно богослужение в храме уроки где идут преподавание слова божие мы должны беречь ни грамма посмотри лучше пропустили несколько там секунд минуту и дальше 10 глава тоже матфея 10 глава с одиннадцатого по тринадцатый в какой бы город или селение не вошли вы наведывайтесь кто в нем достоин и там оставайтесь пока не выйдете а входя в дом приветствуйте его говоря мир дома сему и если дом будет достоин то мир ваш придет на него если же не будет достоин то мир ваш к вам возвратится если и поэтому сестра у нас тут живет это а тут дальше еще а если кто не примет вас и не послушает слов ваших то вы выходя из дома или из города того отресите прах от ног ваших она свидетельствовала написала дала там наша сестра а потом на остановке тогда я вспомнил пыль ты не отресла и на остановке уже стала трясти пыль я стал задумываться а почему так дело в том что земля если ее под микроскоп просматривать она не один на не одинаковы везде и вот если где-то кто-то был а у него обувь ну она всегда какие-то рубчики и там это и потщательно рассмотрят следователи они поймут как раз у нас нет земли там именно один к одному сходится ты там был ну нет и обувь твоя сама ходила без тебя соглашайся еще лучше если не примут не надо отчаиваться я сколько говорил златоуз говорит больше награды вот я говорил и вдруг кто-то обратился дайте какая радость мы встречаемся вместе часть награды я уже получил что приобретение радость его таланты теперь служим вместе а если никак и при том это не один раз у меня один раз было на этапом а этапом когда я везут заключенных и и не так что меня надо в москву затребовали до москвы позже нет допустим до новосибирска все там своя тюрьма и там ждут когда следующий этап пойдет а следующий этап идет подальше там километра тысячи и опять всех пересаживает и вот тебе столько возможностей свидетельств эти обоги даже вообразить нельзя и потом там никогда не подойдешь даже наружу проходишь и не останавливайся проходи а здесь ты свободен свободен в несвободе один человек говорил так со христом и в тюрьме свобода без христа и на свободе тюрьма и вот здесь когда приходится свидетельствовать это удивительно просто это нельзя сказать тут первая ночь я как всегда по милости божьей стал на молитву а на утро говорят вот вчера вы молились ночью семь человек становились после вас возле вас на коленях можно мы тоже будем я говорю курите мы сейчас выбросим и они ну кто-то после этого матрас будет теребить чтобы дым какой-то был от чего-то это новые души и власть это сразу узнает и там они не бьют тревогу так это же преступники я ему говорю ты это все уже получил большой срок мне а почему да все говорил мне а ты сейчас прокурора по надзору затребуешь скажи я лгал так меня тогда не доверься я тебе говорю а по бог берет тогда он главный следователь у тебя будет он тебя будет прокурором по надзору и послушался и дали только условно так я же такой привозил тут отдавал даром в ггб это не все разберутся мы молиться не будем нас сразу отделили подвалы мы там двое поем знаете никогда не говори что все покончено нет обстановка резко меняется и все это для нас и только вас благодари если воля твоя будет и тебя оторвут отнимут детей в германии то поехали ну и что-то там заметили за ними то ли наказали детей детей отняли а у баптистов их много детей кажется шестер один грудной всех отняли но сразу сообщили и я здесь молился все молились и и господь принял говорит редкий случай прокуратура пересмотрела все и вернула детей это чудо божие они все не смотрят что православным и неправославным тюрьме различие там небольшое мы это даже никому не говорим мы только свидетельствуем я то что уж получил библию это первый раз то не от православных от пятидесятников а через это после этого времени тысячи людей услышали подумать страшно мне теперь когда мне кто открыл я дверь не той бы улицей прошел ты господи меня не встретил и не нашел эту песню переделать и на тот лад что это господь с нами и в нужный момент он коснулся нашего сердца и так иакова 217 и 18 217 18 особенно строго яков говорит про это так и вера если не имеет дел мертва сама поселен но скажет кто-нибудь ты имеешь веру а я имею дела покажи мне веру твою без дел твоих а я покажу тебе веру мою из дел моих четыре одиннадцать четыре одиннадцать а потом пятнадцатый стих мы учимся грамматике сегодня очистить речь свою от ложных обещаний не злословьте друг друга братья кто злословит брата или судит брата своего тот заслужит закон и судит закон а если ты судишь закон то ты не исполнитель закона но судья един законодатель и судья могуще спасти и погубить а ты кто который судишь другого этих кто это бумага а представь что это говорит судья строгий а ты кто там другая интонация сегодня дам одно стихотворение кто умеет читать с выражением а ты кто это здесь человек такой а когда тебя теряется свобода тебя закоют в кандалы вот один все время выступал здесь я потом скажу как его звать было и должность небольшая глава какой-то администрации района москве ну прямо таки рвет всех я стал смотреть он подставку делает у метр шестьдесят девять роста только и он такие там и на президента и особенно там на чечню да выходи на дуэль я вас то еще то долго его нет я вчера посмотрел восемь с половиной лет уже накрутили ему все закон вышел на эту тему не разговаривайте если не знаете что сказать не встревайте никакие открытки не показывайте наша победа другое молиться вот это нам не запрещено восемь лет мне спрашивают человека первый раз арестовывать сколько надо времени чтобы надумался стал другим по моему опыту три трое суток вполне достаточно если тебя не поят не кормят и ты один безнадежный а когда господь тебя касается и ты уже даже не видишь где вот я кому рассказываю как ко мне сотрудники кгб милиции обращались ни у кого не было ни у баптистов никого не просто как то а подполковник кгб моей маме обещается что я его вырву из тюрьмы в восьмидесятом году и сделал все возможно пришел освобождение написал отказывайся от освобождения он постоял порвал ее ты вы никому здесь не нужны это тут народ то какой там златоусту хоть мешками распространяй а приехал при всех регалиях со следователем у меня машину на свою кгб домой привезли когда говоришь а вы тогда предали все это ну вы можете думать ничего не предавал я не знал что это сделать вот в моей жизни я не могу назвать ни одного милиционера который бы зло мне сделал тем более в кгб я не могу объяснить это это бог делает и не просто как то а стараются помочь помочь там где я был когда освободили там не просто так там секунды считается вот запомните вдруг москва отвечает такого-то меня освободить два часа в двум часам а я на работе там прибежал посыльный за руку бегом что какие вещи раздали что случилось не знаю бегом ему и не сказали даже на часы смотрят ровно вдвое должен быть за зоной я никогда не знал это сидел и не знал почему мы должны дать отчет Москве я говорю поговорить надо с начальником поговорить сейчас обратно зайдете как уже свободный мало того назначили человека который должен меня доставить до дому сопроводительный офицер я говорю такой был даже не слыхали про такого это бог делает а почему потому что везде здесь и за рубежом везде молились как сообщили даже в ООН знали в Японии я богу благодарен каким путем меня провел я этим людям могу сегодня сказать которых арестовали они там сидят забудь про все свободы нет я пришел умереть это солженицы меня научил а дальше ничего как не будет раз я умереть пришел ты меня не пугай ничем я пришел чтобы людям засвидетельствовать о Боге я уже сколько раз поминал что это устроило сколько людей а там обычно все отнимают когда ты новенький придешь тебя в самое негодное место залпнут тут наоборот ищут лучшее место и охрану ставить даже заключенные вот что делает Бог когда ты Ему доверяешься если ты Ему доверяешься так 1 Иоанна 1.7 попрошу этот стих запомнить наизусть как-то запомни 1.7 1 Иоанна не Евангелие а послание у нас 3 сейчас стиха там в трапезной 1 Иоанна это Евангелие от Иоанна первое послание Иоанна за Иаком за Дианем за Петром и сразу начинается вот оно вот первое нет 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 второе открыт там закладочка стоит 1 Иоанна вот там она провалилась вот это 1 Иоанна 1.7 если же ходим во свете подобно как Он во свете то имеем общение друг с другом и кровь Иисуса Христа Сына Его очищает нас от всякого греха вот это все здесь и при счастье и покаяния но впереди еще раз считаем если же ходим во свете подобно как Он во свете если условие какое иначе все это и при счастье все пойдет во вред многие немало больные говорят немало умирает а многие больные это морги это все больницы заполнены причастниками почти все а как слушай внимательно еще раз если же ходим во свете подобно как Он во свете во свете никакой тьмы никакой лжи никаких льгот себе не позволяет я обязан сегодня это сделать то есть посетить там кого-то или встать на молитву сколько такой нужды когда ты имеешь общение я много раз говорю сегодня так легко это получить тем более у нас братья программисты все помогают ну только кнопку одну нажать и ты уже эти беды знаешь тогда если ходим во свете то есть его святых заповедях под водительством Духа Святого и дальше то и имеем общение друг с другом общение не просто встретили здравствуйте до свидания общение никуда не убегайте я не могу некоторых зазвать даже вовнутрь понимаете это опаснейшее состояние третья часть сама по себе отмирает уже ты уходишь боишься или что или что это твои мозги подсказывают тебе что нельзя тебе туда заходить совсем не знает никак есть община или нет община не будет как один тут говорил брат говорит как воробьи по побойкам рассеемся и все и кровь Иисуса Христа Сына Его очищает нас от всякого греха во первых условиях ходить в свято иметь общение и общение какое там личное общение и телефона и по интернету это общение мы знаем нужду друг друга разрешите продолжить если говорим что не имеем греха обманываем самих себя и истины нет в нас вот истина какая если опять если значит не говорить мы говорим боже будь милостив ко мне грешному и сознавая господи помилуй меня бесчисла я согрешил вы признаете себя грешником я каждый день считаю эту молитву многократно бесчисла я согрешил господи прости меня грешного но не надо забывать и то что верующий в нее то есть умышленный не грешит он боится греха и опять если исповедуем грехи наши то он будучи верен и праведен простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды заметьте сколько раз слово если поднимет как на волне то опустит если говорим что мы не согрешили то представляем его лживым и слова и слова его нет в нас вот простой пример смотрите я не буду оборачиваться вы сами догадаетесь позади меня посмотрите смотрите мы говорим крещение на всех языках означает погружение другого нет на английском на немецком на японском везде погружение верующие в сына божия имеют жизнь вечную кто будет веровать и креститься кто будет веровать и погружаться теперь посмотрите на икону которая вот здесь сбоку крещение идет это католическая католическая лживая икона и я уже говорил об этом и не у нас стоит там черепушки и он поливает его это это не должно быть этого не должно быть но я сказал я не хозяин здесь хозяин другой человек какой властью ты это делаешь спросили властью как бог и властью священнического у меня нет ни той ни другой я могу только сказать воздохните об этом потому что у нас этого нету и что Христос стоит видно даже до основания ноги ну обман и обман они там вот так вот в капельке делают на затылок голову наклоняются чтобы капали это удивительное дело потому что и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа во имя Иисуса для прощения грехов для прощения 2.38 а 2.2.16 говорит брат Савлух уже братом назвал его что ты медлишь ты уже три дня ты можешь умереть что ты медлишь встань крестись и омой грехи твои ну еще непонятно грех омывается а воды то нету ну в бане ты будешь так чтобы на тебя кто то брызнул с веника и побежал домой это баня вода называется и почему трижды трижды мы погружаемся в воду и мы умираем умираем до греха и воскресаем из воды поднимаясь для отца и для сына и святого духа ну такое объяснение дается мы ничего не должны менять то что нам это дано 2.19 1.1 тоже они вышли от нас но не были наши ибо если бы они были наши то остались бы с нами но они вышли и через то открылось что не все наши то есть он был ходил вместе причащался вместе ходили где-то ушел вот это самое главное он ушел его нету и если бы были наши они бы не ушли никуда а ходят они где-то проповедуют имеют свидетельство что обращаются нет ни одного не встретил за все время которое люди от нас ушли ну вот она сестра я уже говорил об этом я все таки связался с ней и говорю а почему вы не ходите знаете мне страдания такие были когда я хожу почему сын из из фирмы вернулся и там буквально убивает все я ад в доме имею а тут пряжу как рай и такой перепад тут бывает а я хожу там говорит что там в храме приду в который и дом у меня одинаковый у меня по этому ровно все идет даже не придумаю еще сказать а сколько таких было ну вот недавно совсем было батюшка говорит батюшка а мы ходить больше не будем человек столько добра сделал без него бы у нас не было дальних экспедиций миссионерских не прошли бы мы с ним европу человек просто цены нету я по сегодняшний день недоумению как но жена куда она денется она за ним и ребятишки туда же вы знаете о ком говорю воздохните это что то что то такое что нам не подвластно только бог может сделать причин никаких нет уходить абсолютно вот я говорю я не могу даже оценить то что этот человек делал какие были непорядки он все знает дальнобойщик это бог дал кабиньон я был бы у нас этой всемирной поездки скандинавия прибалтика север турция даже сказать нельзя и вдруг его нету он на молитве все время у меня каждый день ушел или не ушел я не могу разделить потому что говорю господи воздай милостями всем кто помог нам совершить миссионерские путешествия и называй их по именам который второй еще человек был это сегодняшнее наше но я не могу сказать со встречи на встречу не идет никак если кто то их нету устроиться такая встреча ну не платить же за эту встречу поэтому у меня нет ничего ну господи обрати какое его имя победитель господи обрати его что случилось вот видите как бы не ездили еще бы этого не было а сегодня вот так возникает двадцать второй стих этой же главы кто лжец если не тот кто отвергает что иисус есть христос это антихрист отвергающие отца и сына а то вот они такие же люди им спасение открыто по другому бога называют миллиарды людей нет антихристы меня они спрашивают когда у вас что то сказано там про это что вот будет пророк сказано что это антихрист будет а какой последний то есть они такое я говорю еноха и илья с неба сойдут и сразу замолкают вы знаете до жизни слово божие это у нас так написано и начинают но иисус себя богом нигде не называл называл и у них есть там я не буду называть его перевести может как вот который везде в мире выступает и говорит я говорю ни одного слова нету чтобы он знал где написано он лживый лживый ваш этот который учит вас а как ну так евангелие от яна 13 глава 13 стих прямо говорит иисус говорит вы меня называете господом и я действительно то а как евреи говорили ты будучи человеком делаешь себя равным богу они сами понимали что делать равным богу а фома ему говорит господь мой и бог мой ну это фома сказал но господь не опроверг это то есть нужно знать писание эти люди если они серьезные они задумываются сразу а как же говорили что нету есть этот пророк они берут там 18-15 второзаконие моисей говорит восставит господь пророка как меня его слушать и показывать на основателя своей религии нет он говорит из своего народа а вы к нему не относитесь к еврейскому народу вы арабы да как же так говорили не правду говорили а не правда дьявола 8-44 евангелия Тиана о вы знаете и мне говорят а вы что не хотели бы принять ислам так знаете я говорю человек в трезвой памяти при сохранении ума неба менять на землю никогда не будет у вас ничего духовного то нету вы не знаете ни рождения свыше ни крещения духом святым ничего нету то есть как беседовать с людьми если ты не считаешь если ты это это будешь знать а написано как а как к этому человеку как если написано врагов любить я понимаю прости врагу но любить его как вот тут надо прямо остановиться и сказать для бога не потворствовать ему а прямо сказать он не слушает тогда ты не виновен ты скажи ему нам на суд придется предстать и мы там будем что будет доказательства должны быть такие чтобы никто не сказал что неправда почему я так думаю перед миром всем предстанет вот сегодняшний день как мы стояли кто где как оно вернется время безвременное как я говорю часы мира остановятся так двадцать девятый стих этой же главы возможно с двадцать восьмого итак дети пребывайте в нем чтобы когда он явится иметь нам дерзновение и не постыдиться пред ним пришествие его если вы знаете что он праведник знайте и то что всякий делающий правду рожден от него вот и рождение доказывает что такое рождение я отсылаю заряди геннадий пас рождение свыше он подробно подробно я отвечаю просто так первая стадия рождение свыше признать что ты погибший грешник то есть какой бы ни был хороший милости не даю я погибший вот меня дух мой не обманывал пока я библии не имел я знал что я буду в аду я не делал что люди вот по сегодняшний день 83 года я еще ни одного мата не сказал но я сердцем чувствовал что я буду в аду а как это так не знаю бог меня для чего то избрал и как у меня есть одно из речений которое не всеми приемлется бог никогда никому ничего не прощал за так никогда 6.23 послание к римлянам возмездие за грех смерть адам согрешил по нашим меркам это даже ну какой грех там сорвал один плод любой бы сказал давайте больше еще дам и уже умерло из этого греха больше ста миллиардов людей божественное оно не похоже на наше и мы должны просто согласиться но и жертвы христа образно сказать если бы сто галактик было и на каждой были люди грешные хватило бы чтобы искупить итак если он нас призвал если мы поверили что он умер за наши грехи хвала ему и слава счастье и поклонения отцу и сыну и святому духу ныне и в пресне и во веки веков аминь христос воскрес воистину христос воскрес